так кратер на линии терминатора звучит начало дубля 13 августа 2000 20 год харьков 327 утра по киеву дубль 3 и снимаем мы сегодня не персиды как можно было ожидать за час до рассвета на пике метеорного потока а венеру сейчас будем снимать в алангации то есть на наибольшем удалении венеры от солнца угловое удаление наибольшего будет между что будет есть а луна с носиком месяц с носиком мультяшный месяц с носиком будьте любезны ну да это этот кратер да и вот этот носик здорово да венера в алангации это значит наибольшее угловое расстояние для наблюдателя с земли между венеры и солнцем надо звучать 45 угловых градусов 45 и 8 а то как же без такой информации дальше где венера вон венера спрашивает на работе сегодня спросил вот как тут знаешь где какая планета ну как можно венеру чем-то спутать я не знаю это настолько огромное сияющее дно в небе да тут чуть-чуть пересвечено с такими настройками фаза не так четко видна предыдущие дубли можно посмотреть при желании венеру а вот он это я хожу по матушке земле вот так дергается кадр что увеличение 125 крат это да довольно прилично любое малейшее колебание отражается очень сильно на аппаратуре и соответственно на изображение в кадре сейчас заползет в кадр наша венера ох как и обещал вот она по моему 108 миллионов километров уже что-то я подзабыл или 104 сейчас резкость попробую еще для того чтобы полностью усугубить да ну тут сияние явно засветка идет предыдущий дубль можно посмотреть там будет получше не такая озаренная она будет как солнце в продуме ранца так поехали слетаем на марс по диагонали шпар от экрана только-только встают над горизонтом вылезла из-за 16 этажки все снимается прямо посреди спального района харькова так луна луна вон она а может о с этими настройками альдебаран виден сегодня еще и 4 угловых градуса между луной и альдебараном а что-то на экранчике я как раз и не вижу альдебарана это альдебаран уходил уходил от венеры все дальше и дальше ну вот он вообще альдебаран но кто-то просил снять звезду в общем то как то же самое белое яркое пятно сейчас сейчас попадем о рядом с венерой метеорит ух ты ты посмотри пошло сразу два метеорита ну я даже не надеюсь так это был альдебаран то есть не было и есть вот луна давай еще раз луну с носиком что ж это за кратер дико альдебаран добавляет колорита четко он на терминаторе на вечернем между прочим терминатор ох не устает меня радовать эта фраза вечерний терминатор ждем утреннего терминатора когда будет новая луна линия границы света и тени на луне на любом объекте соприкосновения света и тени будет называться утренний терминатор в общем пока мы говорим вечернему терминатору пока он нам говорит альбибек а мы пойдем к марсу и наверное пойду я уже все это дело выкладывать по тому как ей же еще и такая вещь как работа на нее уже пора собираться марс 86 по моему миллионов километров за часть от нас то есть вообще рядом рукой поотдать так ушел сейчас погаснут колебания и от этого мы наблюдаем движение марса господи опять я уже 10 минут снимаю да что ж такое такие гигантские а раз мы альдобран при таких настройках сняли так может и плеяды попробовать не буду рисковать время торопить поставим луну месяц с носиком и на том закончим да в общем насыщенная ночь жаль фотоаппарат не фиксирует падение метеоритов для пика персеид это было бы как раз то что нужно но я кроме того еще и увидел как спутники старлинки но очередь запустилась это было шикарно я даже попробовал снять сейчас будем смотреть что там получилось может что-то хотя бы что-то зафиксировал трассера типа они были летящие я первый раз их увидел в марте месяце по моему двадцатого года выглянул с балкона на погоду перед выездом из дома и думал вообще ничего не знал про старлинки думал с ума сошел по небу летят десятки спутников один за другим натуральный как трассера выглядит это просто прелестно вот это по моему будет хороший кадр для завершения дубля месяц с носиком 13 августа 2020 год Харьков 338 по Киеву 339 надо наверное себе приобретать какую-то аппаратуру именно для того чтобы она могла нам и метеоры снимать ладушки несколько минут 튿жим 2 4 5 5 6